За статуэтку героя Древней Греции поборются отели, туркомпании, объекты общепита и другие организации и фестивали, внесшие весомый вклад в развитие курорта. Премия по задумке организаторов подведет итоги летнего и откроет зимний сезон. Всего 16 номинаций в их числе и специальная премия главы Сочи и номинация «Человек года». Уже сегодня был озвучен результат в номинации «Гордость Сочи». По решению организаторов премии победителями стали Елена Веснина, Григорий Лепс и Виталий Игнатенко. Ознакомиться со списком всех номинаций и отдать свой голос в поддержку того или иного кандидата можно на сайте prometeussochi.ru. В голосовании могут участвовать и сочинцы, и гости курорта. Выбрать кандидата можно единожды с одного IP-адреса. Итоги интернет-голосования будет подводить экспертный совет. В его состав вошли общественно-политические, культурные деятели курорта и журналисты, председатель совета Анатолий Пахомов. «Это действительно соответствующий знак качества. Знак качества нужно заслужить. И знак качества, он будет давать возможность продвигать тот или иной объект. Это всероссийское, даже можно сказать, всемирное признание, потому что его определило все гости, которые были в Сочи. Они сказали, что это лучшее. И это самая высокая оценка». Результаты голосования озвучат 17 ноября. Церемония награждения пройдет в Зимнем театре. Вручать статуэтки Золотого Прометея победителям будут известные медийные персоны, звезды театра и кино. Хедлайнером церемонии вручения первой городской премии в области гостеприимства станет Дима Билан. Премию Золотой Прометей планируется сделать ежегодной.